всем привет добро пожаловать в аленка блог сегодняшнее видео сегодняшняя рубрика с подругой ванны и моя подруга роза она конечно больше чем друг она семья на наша поддержка наша любовь наша мама в кавычках это не из-за возраста просто вот мы ей настолько доверяем просто все и роза в свое время очень много сделала для моды она открыла магазин первый на тот момент концептуальный в россии который назывался кара эндко кто знает наверное вспомнят и оценят вклад человек разбирается прекрасно моде просто у нее свой уникальный стиль она много чему научила меня я много чего научила мы друг друга периодически учим вдохновляем она меня вдохновляет я надеюсь и и вдохновляет и сегодня она нам покажет свои дамские штучки своей ванны спасибо олечка спасибо а ты меня на самом деле научила всему что имеет отношение к косметике красоте потому что я вообще человек который не мажется лучше что-нибудь себе отрежет ну вот в данной ситуации оля меня все-таки заставляет мазать мажутся да ну ну с ленью но мажешь слегка 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 поэтому у меня очень скромные запасы по сравнению с олей ну давайте мы посмотрим розы на запас роза как виден мой толстый затылок или камни все очень хорошо хорошо да я на самом деле не такая высокая просто звука а значит оля мне сказала что нужно обязательно очень я пользовалась раньше такими какими-то салфетками страшными для снятия макияжа иногда я не тайком от оли пользуюсь но оля создать на маслом надо снимать все и вот если бы австралийское масло звати македа македамия ойл очень классно в аптеках продается у нас имя снимаю свою косметику на больше меня не хватает потом а ну но еще есть такая вещь скраббе 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 я тебя убью она высказала вот тоже австралийский с кем-то поэтичным названием сукин да сукин да сукин скраб вот у нас такая марка сукин есть сукин шампунь сукин скраб бальзам для волос но очень только не сын да хорошее нравится тебе мне очень нравится тем более пользуюсь один раз в неделю не чаще а дальше у нас значит что я еще обнаружила не только благодаря оле у нас есть такая сейчас вещь я вообще-то покрываясь сыпью от жары сегодня у нас 35 градусов и не холода как вы понимаете и я покрываю себе по что у меня молчанка короче говоря мне сказали что нужен праймер с зеленым цветом вот я взял такой стила после него я когда намажусь я немножко выгляжу как афелия которые вытащили но с другой стороны не видно этих прыщиков противно это у них хит у стилы вообще так скажу вот этот праймер вот он мешается и вы мешаете получается идеальный цвет но мне нравится корректор до корректор после ада перед нет сначала я накладываю крем что меня есть совершенная влюбленность крему который называется шелвасу это корейский крем на женщине основанный но он возрастной мне все-таки 58 лет поэтому этот кремом дико дорогой а сейчас я нашла откуда его вообще завозить из амазона и он там намного два раза дешевле и везут прямо из корей поэтому если хотите я этот коммерческий оборот не понимаю почему настолько дешевле получаю я тоже не понимаю но крем настоящий у нас подруга и скорее проиграла тебе этот крем это не я собака моего короче потрясающий крем я пару раз розы его пробовала на ночь нам нести это вообще что-то но он уже более до для возрастной кожи я согласна но у розы вообще афельным а потом вот возникает такая подушечка это тоже с вашу это же из амазона кстати куша 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 я его конечно стерзала немножко он грязновато меня немножко а оля периодически приходит вот но он такой очень классный потому что такая пудра которая вот не просто пудра сухая да он и уход и спф защиты здесь я собаку сейчас 50 спф это слоник розин док розина собак который два килограмма весит маленькая но гавкает как огромный пес да я еще очень люблю бобби браун и когда-то я купила этого крема кстати два года у либо уже выбросила составила меня дело в том что когда я покупала в корее на нас корейская подруга орала на меня говорила что от него возникает рам груди но я думаю что это это проблема корейской пропаганды в том смысле что покупали их произведение искусства это очень тоже хороший он как называется он содержит себе он как бы тоновый крем тональный и увлажняющие тоже спф 25 бобби браун вот такой крем тут им не очень активно по не очень же меня напугали ее напугали и он какой-то очень темно и у них светлее не бывает а то что наверное делает своей кожей как-то контактирует и подстраиваться уже под твой тон бобби брауна у розы очень много косметики покажи вот у меня бобби браун я сейчас кстати накрасилась одной из помад бобби браун розинах вот очень хорошие помады даже открывать не надо открывать не самой красивой красивая помада матовая называется цвет крими очень круто потом я еще для себя обнаружила инглот я этого боюсь вот инглот я обожаю год это польское произведение искусства мне кажется сделано из радиоактивных материалов потому что вообще не смывается помада я снега раз любую помаду а это я вообще вот она на ней да покажи мне кажется где-то под чернобылем производили но очень классная хорошая помада такая вот присыхает на вас прямо не на всю жизнь но он далече ты с ней кушаешь и пьешь инглот матовый тинт номер 12 кому интересно вечная помада но переходим наверно к духам да а вот у тебя еще крем для тела а грязь и не привезли вулкана исландии мне невестка моя любимая передала правда хорошая невестка передала и он очень хороший для тела иногда даже не выдерживаю его на свои увлажняющие суфле даже будет по нему и по нему классно пахнет и да он как суфле крем-суфле очень мне нравится да хороший в белгороде куплен эйвана это иван это марка такая по каталогам и и распространяем эйвана и иван планет спа сейчас вам покажу вот нам нравится но я не пробовала новую розу я доверяю оба что может не будет потом но бобби браун вот этот вот айлайна и айтащи не оказывается у розы есть тени бобби браун жидкие кремовые тени очень кстати хорошие чего ты меня не красишь а я забыла не это консилер под глаза а что у тебя живаншито живаншито ты не дала я иногда и посыпаюсь посыпаешь начинает вести но кстати вот любимейший у меня крем для глаз простите на конкуренцию потому что мы показываем как на ярмарке на крем для глаз хелена рубинштейн ее в австралии вообще нет ее закрыли почему-то хотя женщина была австралийка и она еще в мельбурне жила но потом уехала в америку она изначально из польши было приехала к дяде к своему и мельбурн ее потряс своей скучностью 20-х годах прошлого века и она уехала в америку и там по-моему продавала тоже как эстеллодер двери к двери и делала у себя на кухне все свои произведения да все великие косметологи делали свои произведения на кухне как эстеллодер да так переходим к духам или что-то еще у тебя есть такой маст хэв вот ты вот берешь с собой например в поездку вот что вот прям не можешь выйти из этого без этого из дома есть телефон беру в поездку а вот у тебя берлин герлин кстати вот это большая ошибка моя потому что когда появился появилась это magic подушка гулин как-то устал посоле но он не очень чистый видите немножко заброшу magic подушку кушан появился и он переплюнул герлин тут более такая покрытие конкретно да а так я килограммами набирала и я помню он видимо раз два да он заслуживает ведра уже ты его забыла 2 видно что их забыли она этот светлый этот кстати давайте перейдем к духам духи роза так так же как и я любит и очень много духах я узнала именно от розы она очень разбирается в духах разбирается в направлениях разбирается в истории не так ты конечно ну это я уже как бы ну натренировалась читаю об этом все она вот у нее это видимо врожденный она может унюхать там что-то такое но мне это не очень да в свое время она хотела открыть магазин духов но еще не загорали вот именно вот самые мои любимейшие они уже вообще на дне и они девяносто по-моему третьего года билотаж вам раша они настоящие раша потому что сейчас их производят той формула которая разрешена в евросоюзе это будут совершенно другие духи очень женственные ну знаете наверное все знатоки парфюмов а чем они тебе нравится мне кажется что вот это такой кашемировый свитер кашемировый халат и секс и все мне кажется вот все но есть в этом до секса определенным даже мне кажется может без халата кашемировое одеяло такое красивое такой срок это на самом деле я выпросил этот сэмпл вы что они и больше не упускают это как называется алинефть пигмальон почему называем лилия вдывали вы знаете что ингредиент лилия вдывали вот настоящего ландыши уже тоже будет запрещен в евросоюзе в будущем году потому что тот от них так чихнул и он будет синтетический поэтому покупайте пока есть возможность даже серебристый ландыш московский по-моему уже запретили нет по-моему я писала у меня же инстаграм есть и я потом дам ссылку на розин инстаграм не очень интересная страница о моде о дизайне духах в том числе но отражает мою лень тоже потому что не очень много возвращать мало да она постит надо конечно больше где-то выпросил я выпросил потому что не могли купить потому что они обещали что нибудь заказе да а потом ребята зачем давайте заплачу хорошие хорошие чем они у тебя ассоциируются с мамой они ассоциируются потому что мама очень любила серебристый ландыш я не знаю как убить эту собаку в данный момент потому что она вообще не лает особенно но в данный момент она тут у меня наступает период эпохи шанель потому что шанель номер 5 я не люблю как и красную москву мне кажется тараканами можно травить но это неважно вот алёжу не переубедить аллюр олечка мне подарила аллюр у меня была большая банка выпить можно было такой вот 200 граммов было банка мамочка мне подарила практически перед смертью ну вот она закончена с воли мне подарил так что очень очень люблю очень чем тебя аллюра мне ассоциируется кстати с парижа потому что был девяносто шестой год и вышла 5 веню шанс нелисей и вышла и вышли аллюра одновременно и вот как-то три аромата они совершенно были разные но они были очень нежные и вот алюр у меня антирует цветочные таки то или сельский полячик герлен да 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 герлен и если вы знаете магазинах герлен ты приходишь должен тебе дадут духе протестировать а там банки с водой только уже потом подходишь к прилавке прилавку и ты тебе дают тестировать духе ну какая-то жадность есть определенная сужена может быть на может быть по-другому на так потом очень люблю как у шанель вот такую вот кандовую как у без всяких вариантов шансе ческода это мне брат сейчас на день рождения подарил вот она не ассоциируется не сексом а с таким вот женщина бич ну то есть со стервой со стервой до ассоциируется вот в ней я могу побеждать себя в судебных процессах роза сейчас работает кстати переводчиком защищает многим людям помогла делать переводы общем это очень интересно столько историй она рассказала интерес это жизнь жизнь потом вот у меня есть духе ну наверно они от нас вот фан и вот эти духи то твои самые любим самые самые любимые арис пудр из фридерико мал и я помню когда мы были с мариной со своей дочерью с моей дочерью в антверпни был очень холодно мы зашли был магазин мехов а потом рядом магазин дрис ванутен и как раз в дрис ванутен он продает духи фридерико мал и там я понюхала и вот эти меха которые были рядом другом магазине все это не ассоциируется с таким ветром и морозным там очень холодно бывает в англии там дует с каналов и а стаки с такой вот колкостью норки меха и с тем как можно запутаться в эту норку и жить в этих духа прекрасный а ты говоришь он отличается от предыдущего он кстати стал лучше удивительно тот у меня вот когда он заканчивался мне началась депрессия вот он заканчивался я поняла что все заканчивается что-то в моей жизни вот сейчас я какие будут клавь крестьян я буду создавать свою коллекцию духов что они у меня закончились но вот эти вот олечка угадала на день рождения люблю слона вот человек который любит слона посмотрите сколько уже у нее нет когда он появился у меня наверное полгода назад в том году по моему да в том году он появился кстати мама выезжала моя мама уезжала да ну слон народе знаете как шикарно звучит вот заходишь помещение и она немного им пользуется но от нее прям волной такой вот очень нравится но он относится к эпохе для меня по запаху фиджи дух духов кремом я уже кустой девушке стала я никогда не забуду когда клема появились советском союзе назвали климакс понятно что это совсем другое название очень люблю вот эти три это все от олечки эти все три бутылки простите за бодренность вот эти духи у меня тоже ассоциируются судебными процессами с победой и стоимость сильных женщин один из них утку и роз и второе это розовый эликсир очень красиво кстати потом очень люблю я не тут подруга подарила не уля арпеж ну вот арпеж люблю опять же он сейчас у него другой запах у арпеж я помню арпеж когда и конечно я не родилась в каком году в шестнадцать двадцать восьмом я уже не помню конечно я не родилась в то время но арпеж у меня до этого был и он был совсем иной и этот очень быстро исчезает но все равно очень благодарна потому что он тебе не пахнет чем-то таким говнецом знаешь вот жасмин вот этим запахом нет только шанель номер 5 то что у меня арпеж это как это индольные ноты вот у меня иногда с ним бывает нет с чем ассоциируется у тебя ну арпеж наверное я бы приравнивала в какой-то америк фан но он более легкий и более он больше подходит для знойного климата фанты не наденешь жаркое лето вообще не наденешь да у нас в жару очень хорошо даже вот современный кстати у нас есть такая фирма как она называется гранди флора они это флористы и у них очень хорошие магазина один всего лишь магазин цветовый там все так вот кандово кандово как бы сделано все веревочные и картонные и такие вот страшные желтые но все так как бы небрежно но все продумано что ты хочешь хочешь только там цветы эти покупают и вот у них да и вот у них есть три аромата один из которых я очень люблю вот это тут я даже не знаю как но он содержит лилев давали он так очень цветочный это по-моему у тебя магнолия магнолия называют магнолия для меня или удавали чем-то вот я не знаю почему чем-то совпадает на 5 но он не едет уже простой дизайн как у тебя но я ты очень редко их носишь я очень редко цветочные вообще нашу но если потому что опять же для знойного климата в кондиционер то его не стоит надевать но вот этот я как-то с ним смиряюсь потому что там тоже лилев давали я обожаю это просто и мне кто подарил твою маму или ты нет не я ты сама купил я сама купила потому что он для меня не создает лилев давали вот не разделяю твою полностью любую хотела мы продавали эти духи в кае-коре я знаю я знаю что много это наверно эти мои самые любимые но они меня они такие прилипал и вот они такие ароматы в которых ты себя чувствуешь как будто ли пока хочется помыться с них да как будто ты в кондоме находишься примерно вот вот такое ощущение вот все к тебе к тем я очень люблю розин на чувство юмора в любой ситуации даже самый вообще ужасный и драматической и грустный она с вами вот чик что-нибудь скажет и все с розой потрясающе конечно гулять ходить по просторам конечно подкрывается лучших у меня хором пить шампанское чему мгновенно скоро президенты открылиidan снова спокойно понимать понять потому что логики новые будущее не остануга лич ihrem набор здесь более после интересно нет такой профессии в россии потому что в россии только светские браки регистрируется в нас гир analog серебра перед и есть еще между ними люди которые организуют церемонии это любить план она это именно люди которым организует торе ему сейчас я пока записываю много церемоний и вот одна из них Настолько неудачно было записано, что придется выпить шампанс. Придется, да. Мы сейчас будем ее смотреть, рыдать и запивать горе. Да, следующее. Подождите, а вот у тебя тут и фиджи, и вот ты пропустила. Я, кстати, и сегодня надушилась. И вот это ты пропустила. Вот, да. Значит, я их люблю. Ты мне их подарила, я не могу поэтому сказать, что их не люблю. Нет, на самом деле я их люблю. Но они очень быстро исчезают. Так это туалетная вода. Да не в туалетности дело. Это дело в восприятии твоей кожи. Вот это тоже туалетная вода. А, светает из себя. Фиджи тоже туалетная вода. Карвен. Карвен зеленый. У них еще розовый есть. Потому что вот эти... Климакс тоже у нас, по-моему, туалетная вода, если я не ошибаюсь. Вот эти клема. Клема? Да. Туалетная вода, да. Ну, они как прилипнуты, так не отлипнуты. Ну, она же у тебя еще старая версия клема. Это же мама твоей. Ну, я просто говорю, что вот они прилипают намного лучше. Окей, окей. Вот. Еще я люблю вот эти дептик. Духи, потому что они фигами пахнут. Ну, в смысле, это фиги как-то инжиром. Инжиром. Ты едешь. И рядом этот инжир, да? И вот этот запах, мне кажется. Инжирные запахи только для лета. Да. Они вот только для лета. И вот сослика я слезаю и нюхаю. Светущий инжир. Ой, ну это было все. За это все. Мы сейчас пошли фильм, смотреть. Мы пойдем смотреть Розенфильм. Ее первую селебрэйшн. Селебрэйшн, да. И всем пока. С вами была Аленка Блоков. Спасибо вам большое. Всего доброго. Пока. Bye. Субтитры сделал DimaTorzok